всем доброго дня сегодня показываю самый самый простой генератор всего на трех деталях я его собирал где-то еще месяца три назад вот тестировал проверял на разных излучателях конечно это не претендует на какую-то гениальность это сделано чисто для того чтобы могли повторить ну самые 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 которые даже паяльника не умеет в руках держать сделать вот так вот соединить три детали я думаю уже проблем не составляет ну а питание подсоединить и какой-то тут излучатель несложно с чего это все состоит тогда 7056 обратная связь на конденсаторе конденсатор здесь может быть от 1000 пик до 22000 может быть и больше и меньше но вот это оптимальное вот здесь я просто 001 поставил хотя может и другое значение стоять вот более-менее стабильно должно быть один он этот вот этот резистор причем желательно 025 ватт пошел чуть-чуть греется если будете к этой smd ставит он может перегреться работает система от 5 до 15 вольт сейчас это где-то на шести вольтах уже где-то полчаса работает причем микросхема вообще без радиатора потребляет где-то 80 миллиампер на выходе 0 4 вольта пик пик все нормально все стабильно конечно я смотрю вот на этом резисторе прямо как и надо смотреть выход генератора никто никогда не должен смотреть и принимать точнее смотреть можно чисто для контроля но принимать всерьез ни в коем случае не нужно конечно здесь не чистая синусоида и для членов секты святого синуса конечно это трагедия может быть но тем не менее тут все нормально работает именно этот вариант достаточно стабилен я вам сейчас все покажу как на разных микросхемах он будет работать питание это вот самое простейшее то есть в этом виде при аккумуляторах здесь вообще ничего не надо вот всего три детали на литий-ионных аккумуляторах очень долго может работать и достаточно стабильно и не надо никакой обвязки если же вы собираетесь все-таки подключать блок питания или какой-то внешний источник вторичник то тут уже конечно и фильтры нужны и некоторые заморочки ну и для полноты счастья индикатор какой-то встроенный который я например всегда у себя обстраиваю сейчас тоже это все покажу вот вариант такой получается и для модуляции опять же опять же вот как я вам прошлый раз показывал модулятор вот примерно например 10 кило он там 5 10 15 кило без разницы на пятую ножку выводится здесь конечно фильтр конденсаторы это же 001 и 1 он вот основа это все нормально работает абсолютно я говорю проверил на самых различных излучателях и на торах и на плоских но вы видели в прошлый раз и на посохе и на гибриде все отлично работает причем как я говорю при 6 7 вольтах там даже не требуется радиатор на самой микросхеме уже 8 10 12 все-таки хоть небольшой но нужен потому что в чем именно особенность ограничение работы этой системы в том что микросхема не должна перегреваться более 45 50 градусов если больше 50 уже начинает выходить из режима работы и уже начинает глючить там моргать дергаться и вообще врубать если же поставить радиатор греется на очень слабо даже с маленьким радиатором на 40 градусов 45 еле-еле выходит то есть вполне достаточно теперь переходим на показ вот у меня макет на которыми это все когда-то отрабатывал вот включаю вот здесь это индикатор как на схеме был диод если вы ставите один диод а не два светодиод то ставится диод обратно вот 6 и 3 вольта примерно 0086 то есть 80 миллиампер на 6 вольт вот аккумуляторы примеру литий-ионные если таких три штуки поставить будет 12 вольт если две штуки около 7 вольт примерно она естественно будет гулять при нагрузке вот таких два хоть тут и написано на этих эмуляторах 500 миллиампер но конечно тут на самом деле около 300 китайцы всегда вечно что-то приписывают но вот на таких маленьких получается что если взять два то микросхеме радиатор уже не требуется вот у меня без радиатора сколько времени уже работает больше чем полчаса он еле-еле теплый тут около 40 градусов не больше вот таких два аккумулятора вот примеру спичечный коробок получается все это можно вложить спичечный коробок ну какая-то микрошечка выключатель разъемчик мини или напрямую это даже можно просто где-то рядом вот прикрепить к излучателю встраивать во внутрь нежелательно но что-то рядом такое сделать вариант если помощнее потому что этого хватает вот такого наборчика хватает примерно где-то на на часа 23 это если это надо индивидуально то есть вот так вот взял где-то к чему-то приложил и пошел гулять вполне нормально вот это например на 800 миллиампер это уже хватит на 10 часов вполне ну при 12 вольтах если и брать 3 то 12 то это будет конечно меньше на 5-6 часов но тоже есть и вот смотреть брать 2 например на 6 вольт экономом самый эконом вариант кто-то спичечный коробок как раз абсолютно спичечный коробок вот микросхема сверху малейший радиатор чек или вообще можно без радиатора малейший две детальки все вот у вас все есть но индикация какая-то еще вот таком виде все это можно рядом я могут прикреплять и ходить так еще хотел показать вот при 6 вольтах и как я вам показал где-то 04 вольта амплитудного видите все светится все горит я вот тут куча датчиков это вот паразитного излучения вот статического излучения который я вам уже презентовал вот тоже можете посмотреть как она я просто приближаю руку вот все есть то есть достаточно вполне достаточно даже этого даже больше чем достаточно при 12 вольтах вот я подаю 12 вольт 013 ампера ну и естественно все поярче загорелась горит все работают все веселее и сейчас где-то около 06 можем посмотреть больше чем 06 вольта синус все гораздо ярче но микросхема уже нагревается так что в общем то требуется радиатор если я долго буду держать она настолько перегреется что уже начнет глючить 46 47 53 да уже больше 55 57 тут вот тут по нижней фиксированный так что выключаю пока словах пока убираем я для того чтобы показать вот микросхема на разъеме и вот любую другую вставляю то есть я перебирал целую пачку различных с различных партий с различных краев и вот пожалуйста все стабильно работают учитывая что вот эти микросхемы они стоят буквально по 0 и 1 доллару то есть 10 а даже 7 8 10 центов то вообще как мусор правда бывает от браковочка где-то с 20 30 штук 1 2 3 бывает в брак уходят они и так они на любом генераторе тоже начинают работать не очень хорошо одно могу сказать здесь здесь стабильно будет плохо работать вот эти вот от браковка а на таких генераторах но еще как-то можно завести но все но они работают нестабильно поэтому их брак очень хорошо откидывать вот тут я показываю вот что здесь ничего лишнего это просто конденсаторы обвязки по питанию конденсатор который идет на индикацию светодиода да я забыл сказать от 160 до 220 ну 300 330 можно еще но сильно много не надо конденсатор вот от 160 до 220 вполне нормально достаточно чтобы вот эти светодиодики уже светились это чисто индикация по питанию вот здесь я поставил на 1000 пик здесь у меня тоже вот один ом то есть ничего тут нету вот здесь резистор который стоит это на 10 килоом идет на пятую ножку и все больше ничего нету теперь к этой конструкции вот изначально вот этот вот powerbank конечно без аккумулятора ведет этого голая коробка около 5 долларов от 4 до 6 долларов там зависимости от того как удастся где взять и как бонус этом он и так далее вот тут их 8 аккумулятора можно поставить вот изначально тут это все есть тут тоже все изначально как имеется а это я уже встроил и в прошлый раз демонстрировал как работают я сюда поставил три аккумулятора можно и больше я тут слишком свободно даже все сделал вот микросхема стоит на радиаторе который можно было бы значительно уменьшить но вот я сделал так на всякий случай хотя там места очень много это все можно было скомпоновать сжать вот этот преобразователь повышающий сюда разместить и можно как минимум еще один аккумулятор воткнуть ну я посчитал что мне так достаточно тем более что здесь вот еще разъемчики выключатели светодиодики куча проводов идет вот это вот разъем выходной вот этот выключатели этот разъем для 12 вольт чтобы на выход давать ну или какое-то напряжение здесь там здесь я пока разъем вывел для вот этого генератора пока потом я этот генератор сюда встрою но генератор я беру другой вот как он дойдет с китая это тройной генератор а то будет одиночный не хватит одного ряда кнопочек и он как раз сюда влазит делаем окошко кнопочки все ну и тут так как все таки стоит преобразователь я тут емкостей натыкал здесь конечно на вторую четвертую ножку я ставлю обычно керамику как я рекомендую вот на 220 пик для индикатора сюда обычный диод уже в параллель в параллель для обратного индикатора вот этот на 1 он резистор вот этот на 10 килоом который идет на модуляцию пятая ножка здесь площадка чисто лепестки для развода земли здесь площадка изолированная на 12 вольт лепестки ну и куча проводов получилось это вот резистор для индикации питания ничего тут сложного ничего страшного абсолютно делается все за один присест при желании а в том виде в котором вот я вам показал на макетке то еще проще три детали закинули все вот эти вот например аккумуляторы можете два последовательно соединить и тогда не нужен преобразователь или три аккумулятора последовательно соединить прямо здесь внутри ну правда powerbank тогда получается не очень правильный и уже его так не зарядишь но опять же можете тут выключатели наставить чтобы они там параллельно последовательно аккумуляторы ставили и тогда можете заряжать прямо отсюда тут есть вот и фонарик с уменьшением с миганием хватает и разъемов и всего вот такая коробочка довольно таки плотненькая компактная его достаточно удобно носить в кармане ну или за поезд заткнуть и соответственно подключать такие вот конструкции еще скажу немножко про блоки питания вот для таких компактных вещей вот примеру есть такие блоки питания малюсенькие я их использую довольно широко работают стабильно надежно сколько я их десятками уже сколько брал ну брака ни разу не было и не ни один не вышел из строя хотя и коротил их и нагружал и все остальное вот включаем даже на нем индикация есть тут тоже для индикатора мне провода вот это вот то что сейчас подключено все и конечно тут более полная мощность это тот вариант который я больше года назад показывал и вот такой блок питания он стоит около доллара даже чуть меньше вот так они приходят другой вариант который я использую тоже там пять штук меньше пяти долларов стоит то есть опять же чуть чуть меньше доллара но они 9 вольтовые это все несложно тут от 8 резистор сюда в параллель паяем 13 килоом и получается 12 вольт тоже достаточно стабильно достаточно надежно работают и очень дешево это вот такие дешевые варианты конечно если вас не устраивает что здесь нету встроенный входных фильтров и там потом доселе и входных но это конечно тоже не мешало бы но если у вас это есть то там достаточно это все я вам покажу сейчас здесь вот вариант на 450 миллиампер 12 вольт 082 но там у нас доставка 051 у вас может другая доставка но если их там десяток брать получается вот это по 09 по 095 а есть еще купоны и тому подобное вот как сейчас распродажи летние можно купоны брать то еще можно и еще дешевле вот этот powerbank сейчас он стоит столько доставка столько но я говорю что я даже брал по 4 доллара было дело опять же за счет купонов и тому подобное вот вам варианты вот этот блок питания вот р-8 вот сюда в параллель 13 килоом 499 сейчас это стоит 5 штук опять же цена колеблется как обычно так что вот пользуйтесь еще раз говорю что этот вариант генератора не претендуют на какую-то сверх сверх гениальность или еще чего-нибудь не надо мне тут еще не будет записывать приписывать и вообще на меня гнать это был сделан эконом вариант если вас устраивает значит делаете не устраивает не делаете не надо на меня гнать как приходит вот такие вот членистоногие и начинает на меня валить вот то не то то не так а почему а что и насчет опять же настройки если все правильно собрали так же как и этот генератора сколько раз буду повторять вот с этим генератором если по моим рекомендациям сделали все правильно детали исправны генератор включается сразу и работает без вопроса вот эти два построечника буквально 5-10 секунд на максимальную амплитуду и стабильность вот подкручиваете это дело и все больше ничего делать не надо оно должно все нормально работать если же вы какие-то детали левые ставите непонятную или что-то не так микросхема может быть глючная бывает я вам говорю что из партии вот из 10 20 штук 1 2 3 может быть глючные именно микросхема потому что это все то что вы видите вот эти микросхемы которые вам присылают по 10 центов они все это отбраковка то что у них не кондиция это сказать было когда-то вот они сейчас эту не кондицию распродают потому что нормальные исправные хорошие гарантированно микросхемы стоят как минимум один-два доллара вот одна такая микросхема но их практически не бывает вот мусор продают а то есть мусор так что вот у меня пока все пробуйте экспериментируйте что у вас получится не знаю у меня все получается как видите все нормально все стабильно от 5 до 12 вольт даже до 15 вольт такой генератор вполне нормально работает как я вам говорил при 6 даже 7 вольтах ему даже не требуется радиатор но выдает 04 вольта конечно при 12 вольтах он выдает где-то 060 65 вольта что даже выше чем вот этот генератор этот мне генератор удается 050 55 и опять всякие там витые пары там еще какие-то левые провода я вообще категорически даже не обращайтесь ко мне что вашу там не включается не работает и вот на этом генераторе и на этом генераторе если у вас там что-то не стыкуется не работает не обращайтесь ко мне вот у меня не работает но берите нормальный провод и все у вас будет работать нормально мотаете нормально делаете так как я вам все показывал своих рекомендаций у вас все будет работать так что всем до свидания будьте здоровы укрепляйте свое здоровье иммунитет и держайте